Итак, друзья, всем доброго дня! Меня часто спрашивают, Серега, а как отличить поддельный антифриз или тасол от нормального? В сети просто огромное количество роликов, где его там кипятят, поджигают, замораживают и так далее. Но у меня есть один действенный метод, который работает до сих пор. И вы дома, своими руками, можете легко и просто проверить антифриз или тасол. То есть вам не нужно кипятить, для многих это просто недоступно, особенно где-то в квартирах. Про этот метод сегодня я вам и хочу рассказать. Ну что, не будем затягивать, давайте начнем. Чтобы не тянуть время, я уже разлил по стаканчикам наши антифризы тасол. Г-11, Г-12, тасол, Г-11. Один из них у нас поддельный. Его мне прислал мой подписчик, который проверял по моему методу, старому дедовскому, скажем так. И что самое обидное, этот антифриз у нас брендированный, то есть привязан к бренду автомобиля. Человек подумал, что наоборот это качество, купил на рынке эту канистру, ну потом, собственно, не найдешь концов. Я говорю, присылай, снимем ролик, чтобы люди у нас знали. Собственно, здесь суть какая. Обычно антифриз либо тасол у нас делается на основе пропиленгликоли или этиленгликоли. Это у нас простейшие спирты. Они не позволяют этой жидкости замерзать при минус 20, при минус 30 градусах. Но нерадивые продавцы добавляют вместо этиленгликоли либо пропиленгликоли кислоту. Уж не знаю там какую кислоту, серную там или еще какую-то кислоту. Разбавляют также это все дистиллированной водой, добавляют краситель. И такая жидкость у нас также не замерзает до минус 20, минус 30 градусов. И они продают ее под видом антифриза. Причем такая жидкость и себестоимость примерно в 3-4 раза дешевле, чем на основе, скажем так, этиленгликоли или пропиленгликоли. Но такая жидкость очень опасна для вашего автомобиля. Если вы зальете эту жидкость в автомобиль, да, она замерзать не будет, но со временем она начнет разъедать изнутри блок, головку блока. В общем, везде, где есть каналы, через которые циркулирует антифриз. Часто я видел, что разъедалась прокладка головки блока именно из-за антифриза. То есть люди недумевали, почему разъедают. Начнет съедаться помпа, патрубки, радиаторы, ну в общем, на дело и дело. Как это все дело проверить, друзья? Проверить можно легко и просто при помощи обычной пищевой соды. Этиленгликоли или пропиленгликоли, они не вступают в реакцию. То есть сода упадет просто на дно и будет лежать на дне. А вот поддельный антифриз, который сделан на кислоте, он вступит в бурную реакцию. Давайте проверим. Берем немного соды и добавляем в стаканчик. Вот смотрите, сода выпала в осадок, ничего абсолютно не происходит. Это нормальный антифриз. Далее, Г12 наш, также берем немного соды, кидаем в стакан. Также абсолютно никакой реакции, также сода у нас лежит внизу. Вот видите, целым бугорком. Берем тасол, кидаем также в тасол. Смотрим. Также все выпало у нас вниз. Никакой абсолютно реакции. То есть никакой пены, ничего такого не произошло. Ну и берем наш вот этот вот поддельный антифриз. Вы, наверное, уже догадались, он даже у нас по цвету отличается. Давайте кинем в него. Ну и смотрите, какая пошла пена. Все это шипит. Сейчас я микрофон приподнесу, чтобы вам было слышно. Вот. Это как раз и есть у нас поддельный антифриз. Его заливать ни в коем случае нельзя. Смотрите, у него какая обильная пена. И эта пена не уйдет до тех пор, пока у нас не расщепится полностью вот эта наша сода. То есть никакого осадка внизу у нас не будет. Смотрите, никакого осадка нет. Здесь у этих антифризов и тасолов вот этот вот осадок. Внизу мы видим соду. Вот она там вот лежит. Здесь же у нас идет шипение. Надеюсь, вам было полезно, друзья. Если понравилось, обязательно ставим лайки. Расскажите этот совет или лайфхак своим соседям, друзьям, которые в лето меняют антифриз. Как я считаю, правильно менять именно в лето антифриз. Пусть они проверяют. Возьмут небольшое количество антифриза. Кинут туда соды. Если он не будет пениться, значит антифриз хороший. Его можно использовать. Если пошла вот такая пена, от такого антифриза лучше отказаться и вернуть его продавцу. На этом, друзья, у меня все. Всем пока.